Посмотрите, почему у нас новый социализм, люди спрашивают, а что у него там новый, а что там старый, я не угодил. И из этого вытекает ответ на вопрос про ошибки советской власти. Вы знаете, почему он новый-то? Потому что он будет осуществляться абсолютно в новых условиях, чем тот первый социалистический эксперимент, который назывался советской властью. И там речь-то шла в основном не об ошибках. Ну, ошибки были, это понятно. Когда ты строишь что-то новое, ну, а у кого их, собственно говоря, не бывает. Там были чудовищные условия. Чудовищные. И понимаете, сам строй вышел из гражданской войны. Гражданская война, она самая ужасная. Это римляне еще писали. Потому что, понимаете, там победившим некуда, проигравшим некуда бежать. Ну, если только за границу. А помните вот Тихий Дон, вот как Григорий Мелехов, который был у белых, потом у красных, с Мишкой Кашевым сидит, который все время был у красных. И они вспоминают. У Мишки Кашевого мать зарубили. А Мишка Кашевой, у Григория Мелехова, убил брата. И вот они сидят и пьют самогонку. И думают, а как им теперь вообще существовать-то? Отсюда, понимаете, вот напор был в то время на командные методы, на то, чтобы это сделать быстрее. Почему? Потому что было враждебное окружение, очень враждебное. Не было ядерного оружия. И если бы действительно мы чудовищной ценой не провели индустриализацию, за счет крестьян, да, за счет раскулаченных в том числе, то мы бы сейчас не сидели. Вот здесь Татьяна Олеговна. Немцы бы вышли как раз на рубеж АА Архангельск-Астрахани, вот что они, по Волге. А всех остальных загнали бы в Сибирь. И они этого хотели тогда. В Самаре был бы сейчас какой-нибудь там, не знаю, Яковсштадт там или еще что-нибудь. Поэтому ну как можно этих людей ругать за ошибки? Ну как? Ведь понимаете, можно было не проводить коллективизацию. Бухарин это и предлагал. Так, постепенно, кулак пусть врастает в социализм. Тогда у нас не было бы построенной за счет села мощной промышленности в 30-е годы. Значит, не было бы ни Т-34, ни Катюш, вообще ничего. И значит, мы бы все проиграли. Ну или как еще понимаете, вот афинский стратег Фомистокл, когда он убеждал Афинское собрание выступить против персов, а они ему говорят, да ты что, обалдел, что ли их там вон сколько больше, чем у нас жители. Он говорил, почему Афины великие? Почему мы лидеры греческого мира? Мы давно погибли бы, если бы не погибали. Понимаете, в чем смысл? Поэтому какие-то могут быть ошибки в том окружении, в котором мы тогда жили. Ну просто понятно, что если человек живет там, ну себя где-то в деревне, я ничего плохого не могу сказать, ему вот это все далеко где-то там, какие-то ядерные подводные лодки, там спутники орбитальные, что-то учения какие-то там на несколько сот тысяч человек все же это очень дорого стоило. А страна у нас была очень отсталой в 17-м году, крайне отсталой. Самая отсталая из всех европейских стран, причем в разы, к сожалению, досталась вот от царя такая. Поэтому все это приходилось делать вот через колено, напряжением сил, когда не хватало, ну, самого необходимого, зато были у нас там, предположим, вот, да, ядерные ракеты. Сейчас при новом социализме мы просто можем этого избежать, не потому что тогда это было неправильно, тогда это было правильно, просто сейчас это не совсем уже может быть нужно. Вот для чего была нужна монополия внешней торговли? Вот сейчас некоторые идиоты, опять Татьяна Олеговна, я прошу прощения, козлы, адепты товарища Катасонова говорят, что вот социализм, это там монополия внешней торговли. Да нет, абсолютно. Просто тогда монополия была в чем нужна? Что всю внешнюю торговлю поставили под, ну, то есть государство могло покупать и продавать только оно. Почему? Потому что каждый цент шел на реконструкцию, на немедленное создание промышленности. То есть не покупались ни духи, ни, извините, женские чулки, вот ничего, да, только сверлильные станки из Германии там и прочее. А ведь, понимаете, если этой монополии бы не было, и каждый мог бы за границей покупать вот что он хочет, ну, что более демократичное, ну, покупали бы как раз чулки, духи, что хорошо, но просто тогда, в 41-м году, не стало бы ни духов, ни чулков, вообще ни хрена бы не стало, понимаете. И нас бы тоже заодно к этому. Поэтому сейчас она не нужна, монополия внешней торговли. Сейчас и государство может этим заниматься, и частные лица. У нас сильные ресурсы. Нас сейчас никто не тронет, потому что у нас ядерное оружие. Вот чего тогда не было. Мы застрахованы от большой войны. Мы можем не вводить жесткую диктатуру в стране пролетариата, потому что за левыми и так 60-70% населения, это о чем Маркс мечтал когда-то, да, вот. Ленин вынужден был ее ввести, потому что было 10% рабочих, 80% крестьянства, которые вот опять, что такое крестьянин? Модно петь всякие, знаете, вот, ну, я сам, как бы, происхождение тоже оттуда, ну, я как большинство людей. Но ведь Есенин, например, был жестким критиком крестьянства. Он жил в деревне. Вот этого, знаете, эгоизма, что ли, вот этой вот некой ограниченности. Вот им же говорили, друзья, ну, пожалуйста, сдайте хлеб вот по такой цене. Армию кормить нечем там, и заводы, и фабрики. Говорит, а нам до фини. Помните, Сталин приехал в Сибирь в 28-м году и говорит, я вас прошу, мы заводы сейчас начали строить, там миллионы новых людей пришли, им есть нечего, сдайте хлеб. Один ему говорит, а ты спляши. Ну, понимаете, вот тогда было так. Вот сидит человек у себя во дворе, ему все остальное там, как бы, фиолетово. Как в Первую мировую войну, там, некоторые части снимались там с фронта, им офицеры говорят, вы что, вы куда, бежите. А многие говорят, из Тамбова, туда немцы все равно не дойдут. Ну, примерно вот такая была психология. Сейчас все это не нужно. Мы сейчас можем строить социализм в гораздо более комфортных условиях, которые создали вот те люди, ошибки которых мне предлагают сейчас перечислять, признавать. Я уже говорил, по-моему, в Керчи, я не буду этого делать никогда. Потому что я просто устроен так, что я себя ставлю на их место. И тут, я не могу сказать, выдержал бы ли я это все. Нет, не знаю. Они выдержали. Поэтому здесь, знаете, про какие-то ошибки с нашей, вот, с колокольни сегодняшней, когда они нам все это сделали, да, подарили и нефтепроводы, и ядерное оружие, там, и, кстати, величайшую систему образования. А мы говорим, а, что это вы там, это вот, нет, такого не будет. Мы, опираясь на советский опыт, постараемся сделать переход к социализму гораздо более спокойным и демократичным. Для этого пока, пока я хочу подчеркнуть внешние условия жизни.